Камень несет мгновенную информацию. Это послание в будущее, воплощенное руками и фантазией в скульптуру. Картина же наоборот, медленно вливается в наблюдателя, углубляет в себя. В Бобруйском художественном музее открылась выставка «Танго любви». Ее авторы – Гордость Могилева, Галина и Владимир Кононовы. Идеальное воплощение баланса. Как и их творчество, они дополняют и поддерживают друг друга. Здесь слились воедино уникальные художественные произведения и неповторимые станковые скульптуры. Как можно больше нужно, чтобы было здесь выставок именно художников-профессионалов. Почему? Потому что именно на уровне, именно в этих выставочных залах мы можем научить детей, как нужно правильно работать. И когда человек видит красивые профессиональные работы, он сам развивается. Понимаете, для детей это очень важно. И вообще искусство, оно делает любого человека богаче. Художница общается со зрителем через цвет, насыщенный и сочный. Скульптор – через форму в благородном полированном мраморе и граните. Каждый из них рассказывает свою историю, но обе они неразрывно связаны между собой. Голубые травы ветра – живописное пятно на светлой стене. Нежные черты женского лица пробиваются сквозь оттенки синевы, а зеркала на шляпке – это отражение чувств художницы и возможность для посетителей увидеть собственные мысли. У каждого произведения своя изюминка. Времена года – целая история. Ее художница писала 10 лет. Идея возникла еще в начале творческого пути. А вдохновителем стала дочь, которая увлекалась танцами. Именно поэтому на каждом полотне образ молодой и легкой девушки. Наследница творческой семьи – муза и для отца. Скульптор изготавливает фигуру каждый раз, когда дочь выходит на сцену. Никакие слова не передадут реальную атмосферу выставки. Здесь есть все – от цвета и форм до чувства и эмоций. Каждый взгляд по-новому раскрывает произведение. Творчество могилевских гостей можно увидеть в художественном музее до конца июня.